Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, как желтые завязи на огурцах и их опадания. Почему это происходит и как с этим можно бороться. Огурцы, как и все живые организмы, на любые стрессовые условия реагируют, например, пожелтением завязи. Поэтому первой причиной, которую хотелось бы озвучить в этом видео, это не соблюдение условий выращивания, а именно недостаточное количество солнечного света. По мере того, как растение растет и развивается, оно нуждается в большем количестве солнечного света. Поэтому если мы для огурцов определяем более теневые участки на своем огороде, то можем быть уверены, что в какой-то момент они начнут дозировать свою плодовую нагрузку, желтеть завязями и их сбрасывать. Поэтому обязательно определяем для огурцов более освещенные солнечные участки, но не самые солнечные. Об этом мы также скажем в этом видео. Второе и самое важное условие выращивания, которое мы нарушаем, это температура. Огурцам для полноценного роста, развития, завязывания и формирования равномерного урожая необходимы ночные температуры, такие как 19-21 и дневные температуры 21-26 градусов. Поэтому, когда мы высаживаем огурцы, например, на какие-нибудь интенсивно солнечно освещенные участки, в теплицу, в ту же самую, и когда температура дневная доходит до 36 и выше градусов, то тогда, конечно же, огурцы снижают плодовую нагрузку, желтеют и сбрасывают свою зависть. То же самое касается и перепадов ночных и дневных температур. Если мы знаем, что ночные и дневные перепады случаются, и они некомфортны для наших растений, то необходимо по возможности предусмотреть укрывание наших огурцов любым материалом, например, спонбондом на ночь. Вторая особенность, по которой огурцы могут желтеть и сбрасывать зависть, это слишком большое количество ее формирования. Сейчас селекционеры ведут очень активную работу на улучшение качества урожая и на увеличение его количества. И иногда мы можем встретить огурцы, например, кустового типа или пучкового типа, у которых в одной пазухе может завязаться одновременно до 30 огурчиков. И если такие огурцы мы выращиваем не по современной технологии, не по интенсивной технологии, а по какой-нибудь традиционной, привычной, с минимальным внесением соответствующих доз минеральных удобрений в том числе, то огурцы, им ничего не остается, как дозировать свое плодоношение и сбрасывать лишнюю зависть. Поэтому, если вы для себя подбираете гибриды ультрасовременные, ультраурожайные, то, соответственно, и технология возделывания также должна быть адаптирована под них. Еще одна причина, по которой огурцы могут желтеть завистью и сбрасывать ее, это пореждение корневой системы. Например, очень часто на наших огородах поселяются такие нежелательные гости, как роты или медведка. И когда эти насекомые и животные подрывают корневую систему, повреждая ее, то огурец начинает испытывать недостаток той всасывающей поверхности, той сосущей своей способности. И таким образом он недополучает влагу, он недополучает элементы питания. И таким образом он также дозирует свое плодоношение и сбрасывает зависть. Также, когда мы сами не соблюдаем технологию выращивания наших огурцов, когда они у нас перерастают, они принимают решение для себя, что нет необходимости наращивать новые молодые огурцы и начинают сбрасывать зависть. Поэтому, когда мы дачники выходного дня, то не надо грешить на огурцы, обвиняя их в том, что они сбрасывают зависть, когда у нас на огороде в этот момент лежат большие переросшие огурцы. Это всего лишь биологические особенности. Следующая особенность, которую следует обязательно упомянуть, она очень характерна для условий данного года. Это дефицит элементов питания. Вроде бы мы вносим все то же самое, как и вносили из года в год, но высокая солнечная активность, высокие температуры, к сожалению, блокируют поступление к корневой системе тех элементов питания, которые растворены в почве. И наши огурцы, они просто недоедают. У них сокращается способность всасывать элементы питания из почвы. Поэтому в этом году самое лучшее, что мы можем сделать для наших огурцов наряду с поливами, это внесение микробных препаратов в почву. Одним из таких препаратов, которые я буду вносить под огурцы в этом сезоне, это почвоулучшитель АКВА, мультибактериальный комплекс от компании Профит. 100 мл препарата разводим в 10 литрах воды и поливаем наши огурцы под корень. Этот препарат содержит не менее 5 полезных микроорганизмов, которые будут помогать в этом сезоне огурцам. Надеюсь, этим коротким видео вы сняли вопрос по пожелтению, падению завязи огурцов. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь на канале про цветок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!